Более 100 единиц продукции общей мощностью выше 5 мегаватт. Таких высоких результатов компания InSystems и группа LeGran достигли на совместном производстве DW Engineering во Владивостоке. Вот уже год здесь успешно осуществляется сборка оборудования, калибровка, установка и обновление программного обеспечения, проверка системы удаленного мониторинга и синхронизации источников бесперебойного питания, а также проверка работоспособности и контроль качества каждого изделия. На сегодня DW Engineering является резидентом свободного порта Владивосток и занимается сборкой и производством электротехнического оборудования. Но вы видели все своими глазами несколько минут назад. Планируем дальше развиваться, планируем на этой площадке производить и другое инженерное оборудование, и холодильное, и работа с металлообработкой. Это все в планах и на этот год, и на 19-й. Вообще-то мы большая стратегическая цель – создать здесь такой инжиниринговый кластер. LeGran – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Продукция компании применяется и в жилых помещениях, и в зданиях административного сектора, и на промышленных объектах. LeGran предлагает полный комплекс электрооборудования – от розеток и выключателей до сложных систем распределения и управления. Для LeGran этот проект является важным этапом по реализации нашей стратегии по локализации производства. В наших активах на данный момент есть два действующих завода в Ульяновске, на которых мы производим автоматические выключатели, кабель-каналы, шкафы и электросолнечное оборудование. Также, как и в Владивостоке, в Ульяновске производится сборка источников беспребойного питания. Перед компанией стояла серьезная задача – всего за год наладить выпуск максимально полной линейки ИБП. В ДВ-инжиниринг ее выполнили с успехом и даже сработали на опережение. Производство силовых шкафов и шкафов автоматизации запустили раньше запланированного срока. На сегодняшний день порядка 100 источников общей мощностью более 5 мегаватт. На сегодняшний день наши источники установлены на территории как Сибирского федерального округа, так и Уральского, соответственно, на территории Дальнего Востока, в Южно-Сахалинске. Нашими клиентами стали как предприятия, так в том числе и медицинский сектор, это больницы. Создать во Владивостоке большой инжиниринговый центр, на продукции которого будет стоять марка «Сделано в России». Та цель, к которой стремятся в ДВ-инжиниринг. Кроме того, ассортимент оборудования в компании планируют значительно расширять. Производство источников бесперебойного питания – только первый шаг, сделанный ДВ-инжиниринг в сторону развития электротехнического производства на Дальнем Востоке. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.